Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, с тобой прям как на минном поле. Не знаю, что ожидать в следующий момент. А я тебе говорила, с девками на улице не целуйся. А это не девка. Знаешь, я, кажется, влюбился. Серьезно, с первого взгляда. И хочу теперь жениться по-настоящему. Ой. Самое главное, чтобы мои ее приняли. У нее такие глаза. Такая фигура, волосы, губы. Зубы. И зубы. Нет, надо что-то делать. Или в церковь идти, или гадалки. Да не надо никуда идти. Молодец она. Правильно она сделала. Потому что нечего по бабам бегать. Что? Мам, да она ненормальная. Ненормально за чужим дедом бегать. А своему мужику надавать нормально. Юль, ты что? Ничего. Ну, знаешь, мама. Вот если б я так могла, я бы сейчас с мужем жила, а не одна. А ты не одна. Мамуль, мы же с тобой. Я не это имела в виду. Надо иметь характер. Ой. Характер. Вот ты из-за своего характера и живешь без мужа. Мама. Да. Это же из-за тебя, Володя, ушел. Ну, началось. Всю жизнь одно и то же. Надоело уже. Он ушел, потому что испугался. Потому что трое детей – проблема. Трое детей? И теща, которая ненавидит – проблема. Я его не ненавидела. Я его не уважала. Он тряпка. И потом просто он тебя не любил. Если бы любил, не ушел. Вон Ванькина. Она же не уходит, потому что любит. О, как любит. Пора нам с нашим балаганом заканчивать. А она тебя хоть любит? Ну, а как меня не полюбить? Да. Не полюбить сложно. Тут тебе хватит на квартиру месяца на три. А куда это ты на ночь глядя? Оставайся до утра. А какая тебе разница? Я тебе никто. Ну, ты же вроде уже и не чужая. Ладно. Только о своей невесте ни слова. А то меня тошнит. Слушай, а где ты так ножи метать научилась? В цирке. А я всегда мечтал, чтоб цирк оказался у меня дома. А что ты еще умеешь? А вот что. Вот так. Так. И так. Да ты... Ой, мама, сиди, они сами разберутся. Не надо. А знаешь что? Ничего у тебя не получится с твоей распрекрасной зубы-губы. А это почему? А потому что твоя женщина вряд ли с распростертыми объятиями будет принимать новую невесту. Нет. Ну, они, конечно, могут и не лить их гадость в обувь, портить платье, волосы, разбивать инструменты, но то, что они будут искать у недостатки, это я тебе уверяю. И найдут. Ты сам это прекрасно знаешь. Но выход из этого всего есть. Я тебе помогу. Мы ведь теперь не чужие люди. Правда? Да. И? Все очень просто. Нужно сделать твоих женщин счастливыми и самодостаточными. Ой, как просто такая фигня. Раз-два и сделал. Ну да. Муж с счастливыми я, конечно, погорячилась. Одним словом, своя жизнь должна их волновать больше, чем твоя. Маму нужно вызволить с работы. Надя должна влюбиться и сама просить профессора. Соня пусть увлекается любыми профессиями. Тогда она перестанет школьить. А вот бабушка, бабушку нужно занять чем-нибудь вне дома. Ну это вообще дохлый номер, потому что бабушка после пенсии занимается только нами и домом. Да, да, конечно, я слышала. Бабушка, где мои трусы, да? Есть еще одна помеха твоему счастью. Это ты сам самодовольный эгоист, который ничего не умеет делать своими руками. Ну, с этим тоже можно справиться. Есть план по перевоспитанию. Да, ты будешь убирать и стирать сам. Готовить раз в неделю. Нет, только не это. Регулярно заниматься спортом, потому что иначе к сорока годам у тебя вырастет живот. А это вряд ли понравится твоей глаза, волоса. Ну, хотя к тому времени оно же само будет с целлюлитом, конечно. Ты так говоришь, потому что завидуешь? Я не завидую. Я так говорю, потому что я знаю таких красавиц, которые через 15 лет становятся похожими на кустогерских теток. Так что, я остаюсь еще на месяц? На месяц от силы. Мне надо к Новому году Алисину своим показать. Хорошо. Тогда начнем с мамы. Ты можешь сделать мне резюме крутого юриста? Обычного не подойдет. Ну, что ж, у вас отличное резюме для вашего юного возраста. А почему покинули последнее место работы? Позвольте полюбопытствовать. Только правду я любую фальшь чувствую. Ну, захотелось поработать в Москве на другом уровне, сменить обстановку, выйти замуж, в конце концов. А детишек когда планируете, если не секрет? Ну, это как получится. Нам нужны работники, которые работают… Работающие много лет без отпуска, как рабы. Ну, почему? С отпуском у нас все в порядке. У нас неделя на новогодние, неделя на майские, неделя вообще когда захотите, так что… Юрий Борисович, скажите, пожалуйста, а вы что-нибудь слышали о синдроме хронической усталости? Слышал. Ну… И о том, что люди с таким синдромом подвержены очень тяжелым заболеваниям. Знаете? А к чему вы это? Я к тому, что люди, работающие много лет без отпуска, могут заболеть, а виноваты будете вы. И оплачивать лечение будете тоже вы. Ну, по решению суда, разумеется. Не понял. Юлия Алексеевна, ваш главбух, уже больше пяти лет без отпуска. А, ну так это она сама, это, так сказать, по своей инициативе, она работает у нее… Так она уже еле ноги телепает, между прочим. Она однажды упадет из себя в кабинете и все, перегруз, понимаете? А вы попустительствовали. А при чем здесь Юлия Алексеевна? Признаюсь честно, работа у меня есть в одной очень хорошо известной организации. И к нам поступил сигнал от родственников Юлии Алексеевны. Они переживают за ее здоровье. Я, конечно, могла бы официально, все, но, думаю, мы как-то приватно разберемся, так ведь? Да. Значит, с завтрашнего дня Юлия Алексеевна уходит в отпуск на весь срок, что вы задолжали. Так это же, простите, это… Это много. Но человек же должен отдыхать, правильно? А если она сама не согласится? Так вы объясните, что это для ее же блага. Начальство. Что скажет начальство? Это фактическая потеря главного бухгалтера. Так вы объясните начальству, что лучше взять нового сотрудника, чем выплачивать компенсацию родственникам за смерть на рабочем месте? Ну да. Юлия Алексеевна про наши разговорные слова сами понимаете. Пропуски пишите, будьте любезны. А, да. Слава, Саша, посвящай, и сначала сушку. Слава, Саша, посвящай, входите. Что делаешь? Вещи занимаюсь. А это что? Пропки нарезала. Сплюнь. Держи. Это что? Это деньги. На репетизоров всяких. Ну, которые там в театральной готовят. Только давай договоримся с тобой. Если у тебя способности есть, я тебе еще денег дам, будешь поступать. А если нет, ну, ты человек разумный. В общем, не будешь портить тебе жизнь. Договорились? Спасибо, братишка. Хорошо. Целуй. Соня, садись, давай. Спасибо. Спасибо. О, мама пришла. Конец. Ну, что ты так долго? Я уж стала волноваться. У меня для вас новость. Ну? Так и не говори, что ты замуж вышла. А то ж меня кондрашка хватит. Меня отправили в отпуск. За все пять лет. Мам, ну, это же здорово. Поздравляю. Это практически увольнение. Это же срочно на море. Я буду неделю делать ремонт. А потом буду искать новую работу. Какой ремонт? Ремонт у себя в комнате и у мамы. Я давно собиралась. Хотите, у вас сделаю? Нет. Нет, мам. А давай ты поедешь на море, а ремонт как-нибудь мы сами сделаем. Я дожила. Собственные дети гонят из собственного дома. Ну, ты что? Мы же хотим как лучше. Да как лучше, я сама знаю. Приятного вам аппетита. О, господи. Спасибо тебе. Не зря я ставила свечки. Ой. Теперь не дайте ей делать ремонт и искать работу. Не дадим. И Надю, профессор, отобьем. Ему нужен симпатичный парень. Бесполезно. Я уже давно уговариваю с кем-то познакомиться. Уговариваешь? Ты чего? Крепости от осады падают. Крепости-то падают. Но не Надя. Девушка, можешь с вами познакомиться? Нет. А почему нет? Не хочу. Всего хорошего. Меня Паша зовут. А вас? Девушка, я от вас все равно не отстану. Лучше скажите, что вы делаете сегодня вечером? Может, сходим в кино? Или в клуб? А можно сразу встреч на вопросе? Да, конечно. Тебя что в девушках возбуждают? Ну, традиционно ты вполне. Ага. А знаешь, что мне нравится в мужчинах? Интеллект. Понимаешь, нет? Ты даже если всю линейку перечитаешь, тебе не светят. Так что давай, чувак. Корму разорачивай, ты навевай в обратную сторону. Безвращен. О, смотри. Кандидат наук. Тоже преподает. Чем тебе не вариант? Он староват. К тому же рыбак. Зачем Надьке рыбак? Да какая разница? Ты ее не замуж выдаешь. Нам нужно просто отбить ее у профессора. А все остальное уже не важно. Нет. Если выбирать, то как следует. До тридцати. С учетой степенью. С хорошей работой и квартирой. Чтобы не пил и не курил. И внешность была, как у героя-любовника. Да? Ну, последнее, я думаю, не обязательно. Угу. Вот то, что надо. М? Вылитый профессор. Только молодой, холостой. Сейчас мы его Надьку отправим. Ого. Так. Аспирантка, предпочитающая ум, красоте и силе. Познакомься. Нет. Подожди. Не надо. Ни про красоту, ни про силу. Лучше так напиши. Которая очень ценит ум и эрудицию. Ладно. Что? Уже приходилось со мной в интернете искать? Приходилось. Ничего не нашла. Но некоторым везет. Ну, вот и все. Стой. Подожди. Ты куда? Сделал дело. Гуляй смело. Какое дело? Вставай, слабак, на перекладину. Давай, давай. Раз, два, три. Ты как мой физрук из школы, тоже зверюку был. Делай молчу. Четыре. Ой-ой-ой. И как ты собираешься жену мечту на руках носить, а? Ну, сука, она же не валит. Сама дойдет. Вставай. Танцевать умеешь? Да. Танго, вальч, что? Шейк. Так. Нужно тебя на борьбу записать. Нет. Мне не пятнадцать лет. А учиться никогда не поздно. Держи. Это зачем? Гвозди учись забивать. Ты думаешь, я и гвозди забивать не умею? Ау! Брусок такой. Гвозди кривые какие-то. Ну да, ну да. Плохому танцору знаешь, чем мешает. А, исходи из твоей логики, хорошему танцору ничего не мешает. Ну, мужика жалко. Реш. Я? Однажды жена твоя купит рыбу и попросит, чтобы ты ее почистил. Так что, давай тренируйся. Слушай, я вообще не люблю рыбу. В любом виде. Не надо ее любить. Ты просто ее почисти. Смотри. Берешь за голову и начинаешь с хвоста против чешуи. Только сначала нужно прикончить. Давай, давай завтра еду. Стой! Давай режь. Слушай, давай ты ее убьешь, а я потом ее почище. Так, ладно. Смотри и учись. Часть! Часть! Да что вы ее терзаете, боже мой! Иди сюда. Иди сюда. Давай нож. Е-е-е-ет! А-а-а, да бросай уже! Знаешь, я тоже не умею рыбу потрошить. Это я уже понял. Бежим скорее, а то холодно. Здрасте. Здрасте. Клава, вы мне не поможете? Конечно, помогу. Давайте. Ой, там еще краска. Осторожно. Батюшки, как ты все это дотащила? На такси. Зато почти все купила. Хорошо, таксист помог. Слушайте, а хотите, я вам с ремонтом помогу? Я умею. Осторожно, не когните на обои. Ой, не бойтесь. Я ж и дома ремонт у себя делала, и вообще жить, и брату помогала. Мне в строительные предлагали поступать, знаете? Да? А чего? Надо было прислушаться. Нет. Всю жизнь сбилить потолки и клеить обои, это не для меня. А по-моему, у вас неплохо получается, Клавочка. Ой-ой-ой! Да ты что наделала? Простите, простите, простите. Я сейчас все вымыла. Я сейчас. Стой! Что вода горячая? Ой, и правда горячая. Сейчас холодную при чем. Ты что творишь? Все, все, все. Вот, смотрите. Господи. Я их три дня выбирала. Да вы посмотрите, почти чистые. Ой, если честно, не расстраивайтесь. Они же страшные. Не, мы, конечно, можем с вами посимпатичнее выбрать, но мне кажется, вам нужно поехать отдохнуть. А Ваня за это время найдет рабочих, они все сделают. Вы уже приедете на все готовое. Хорошо ведь? На все готовое? Да. Ну-ка, милочка, отнеси это на помойку. Угу. Хорошо, с удовольствием. Чтоб тебя черти унесли туда, откуда притащили. Смотри-ка, объявился наш кандидат. Хочет встретиться уже завтра. Ну уж нет, попереписываемся пока недельку-другую. От имени Наги? А, ну да. И как ты собираешься эту переписку объяснять? Хотели получше узнать будущего зятя. Ваня. А? Давай носки и рубашку. Бабушка, я теперь сам буду все стирать. Договорились? Правильно, Ваня. Ну вот. Теперь снова к деду Алёше собираться будет. Не будет. Я кое-что придумала. Деточка, ты же говоришь, у нее уже десятый раз. Я все поняла. Бабушка достала все, как ее надо из квартиры пить и все тут. Нет. А что? Нет, в том-то и дело. Вы должны ей объяснить, что если она будет гулять, то это для ее же благо. Поняли? Ну, конечно, поняла. Эти бабки. Достали всех эти бабки. Кому не нужны эти бабки. Они ж с них ни черта не возьмешь. Даже пятьдесят рублей не дадут. Они ходят в церковь, шастают там и думают, чем сердце успокоит, им там расскажут. Да я за двести рублей им там все. Вон она, вон она, вон. Видите? Ну, конечно. Не волнуйся, все будет окей. Вот увидишь. Уважаемый, дай-ка я тебе погадаю, а? Я в это не верю. Иди себе. Ой, милая, ну надо же тебе все рассказать. Не надо. Я про тебя все знаю. Ведь твой Алеша давно умер. И ты собираешься следом. Но еще рано тебе. Еще твой срок не вышел. Подожди. Откуда ты знаешь, что его Алеша свалил? Да я насквозь тебя вижу. И мысли твои тоже вижу. Я сейчас все тебе расскажу. Надо тебе каждый день выходить из дому. Только это тебя спасет. От чего спасет? От всего спасет. Выйдешь на улицу и все хорошо будет. Не выйдешь, помрешь. Или заваришь. Делом надо тебе заниматься. Ты еще не все на этом свете сделала. Надо дом построить. Надо посадить дерево. Надо родить ребенка. Иди ты. Ну, подожди. Ты что? Я знаю одну. В шестьдесят лет родила. И муж молодой. Ты раньше кем работала? Ну, музей истории города, архитектура. Тебе надо крестового короля в руки. Ты мне лучше скажи, вот мой внук. Бросит жену или нет? Внук. Ну, я про тебя знаю, про внука я ничего не знаю. Ничего не знаю. Что? Пойдешь на улицу. Спасешь внука. Не пойдешь. Все. Что? Все. Фита. Все. Что? Все. Отстань от меня. Не скажи, я тебя спасу. Все, больше ничего. Все, моя дорогая. Иди, иди, дорогая. Все, хватит, хватит, милая. Хватит. О, пристало-то, а. Стофанечка. Что? Может, тебе отпуск взять, а? Зачем, бабуль? Я уже брал. Я цыганку встретила. Она сказала, что с тобой что-то случится. Бабуль, брось. Все это ерунда. Выкини ее из головы. Я просто боюсь. Можно я завтра с тобой на работу пойду, а? Зачем? Она сказала, что я тебя спасу. Ну, пожалуйста, Валя. Бабуля. Мало того, что у меня и так на работе голова пухнет. Тут еще ты добавляешь. Ладно. Бабуль, спокойной ночи. Спасибо за ужин. Ва-а-а. Всем пока. Бабуль. А? А ты куда это в такую рань? Дело у меня очень важное. Бабуль. Бабуль, ты что? Банечка, я с тобой поеду. Я никогда у тебя не была. Ты шутишь, что ли? Нет. Возьми меня. Бабуль, иди здоровый. Нет, я не пущу тебя. Хорошо, приехали. Возьми меня. Бабуль, я иди кушку. Ва-я, машина. Клава, что эта цыганка бабушке наговорила? Она теперь меня караулит, вместо того, чтобы собой заниматься. Давай прекращай это как-нибудь. Клава, дай мне адрес ваненой работы, если, конечно, тебе жизнь его дорога. А что случилось? Потом и скажу. Давай скорее. Хорошо? Делай, делай, делай. Здравствуйте. Я в туристическую компанию. Ожидайте. Сотрудник выйдет. Все, я не беру. Хорошо, спасибо. Вы в турфирму? Да. Проходите, пожалуйста, у лифта подождите. Спасибо. Кто еще в туристическую компанию? Проходите. Здравствуйте. 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 Побыстрее, пожалуйста. Проходите. Делай, делай, делай. Делай, делай. Так вот, договорились. Здравствуйте, Серёжа. Встретимся в другую волосу. Хорошо. Что вы хотели? Ой. Я к Казанову. По какому вопросу? По личному? Хорошо. Сейчас узнаю. Спасибо. Иван, к вам тут пришли. Бабуля, ты чего тут делаешь? Ванечка, все в порядке. Ты не беспокойся. Я просто вот здесь вот потихонечку посижу и тебе мешать не буду. Бабуля, бабуля, мне уже тридцать лет. Я не в детском саду. Ваня, я знаю. Ваня. Слушай, ну у тебя все в порядке? У меня все в порядке. Все в порядке. Я пошла. Иди, Ваня. Иди. 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 Пока. Бабуля. Правда, все уж совсем. Пешеходная по Москве, да. Куда я их поведу? Я дорогу знаю только от метро до офиса. Ну и увольняйте к жёртовой матери. Анечка, добрый день. Вы можете меня спасти? Пешеходная по Москве через час. А-а-а. Извините. Все пропало. Я вас спасу. Дайте мне вашу группу. Ну вы кто? Я старший научный сотрудник. Моя тема – история и архитектура Москвы. Только припугнуть, понимаете? Чтобы он стал заниматься самообороной. Ладно, сильно бить не будем. Да вообще не трогать, я сказала. Он будет идти по этой лестнице и заходить вон в тот подъезд. А я буду за углом. Понятно? Угу. Хорошо. Мужик, кошелёк дай. Да ладно, чё там кошелёк? Давай лучше сумку, сами разберёмся. Ребят, зачем вам это надо? Давайте так. Я вас не видел и не слышал. Что? Давай, давай, давай. Ты ж говорил, он дохляк нулячий. Так я уверена в этом была. Что это значит? Я просто хотела, чтоб ты записался на секцию, вот и всё. Слушай, да я семь лет борьбой занимался. А чё ты не сказал мне об этом? Ты и так считала, что я выпендриваюсь. Ладно, ребят, простите, вы сами нарвались. Пойдём. Ну и чего я ещё не знаю? Я хотел стать космонавтом. Нет, ты глянь, она его заказала, он ведёт её сейчас в обнимку. Вот захистит. Ну что, по морде получили? Ага, деньги тоже. Пойдём, ответим. Но к счастью им не стал. А я серьёзным. Ну я тоже серьёзный, я для этого спортом занимался. Потом бросил. Угу, понятно. Какая ты у меня понятливая. Саша, а где бабушка? Не знаю, шла куда-то. А где мой серый костюм? Мамуль, так ты же сама просила, она его в чизку отдала. Точно. Хотела его сегодня на собеседование надеть. Ну ладно. Ура! Ура! Соня, а где мои сапоги? Какие сапоги? У меня что, их много, что ли? Что за шутки? Я не брала твои сапоги. Что такое? Сапоги потеряли? Ты когда у нас барабашка завелся? У меня тоже то одно, то другое пропадает. Правда, потом находится, ну, только в непотребном виде. Соня, отдай мне мою обувь. Я не брала твои сапоги. Ну, а куда они делись? Откуда, я знаю. Соня, у меня очень важная собеседована. Опять начинаешь. Да вернись, пожалуйста. Я не брала твои сапоги. Хорошо. Надену Надины. Такой нежный, размер меньше. Бабулины надень. Да ну, какие бабулины? Куда я в таких? На такой должность. Нет. Ладно, Надины. Ой, господи. Все. Все пошла. Пока. Ну, что? Ни пуха, ни пера. Пока, мам. Ну, и куда ты их делала? У меня, конечно, тоже была такая идея. Только это все бесполезно. Мам на работу хоть босиком пойдет. Да. Ну, лучше попробовать, чем ничего не делать. Господи, какая же я несчастная. Ну, что ж такое, а? Давайте я помогу. Ой, вы что? Вы что, вы что? А то поставьте меня. Да поставьте. А вы меня. Я помогу. Куда вам? Я нанесу. Два квартала, пятьсот рублей. Нет проблем. Зашли. Держитесь. Ой, от вас же пахнет. Вы вины? Все, бутылка пива. Можно сказать, ничего. Ничего. Да вас качает. Вы по ноги смотрите. Как же я могу смотреться? Мне же за вас не видно. Хотите сказать, что я толстая? Ничего, не хочу сказать. Ну, хватит. Остановитесь. Еще чего. Пятьсот рублей все-таки. Так, я сейчас на помощь буду звать. Ага, начинайте. Помогите. Ну, не дышите вы хотя бы на меня. Да куда же ты мне дышать? Да дышите вы в сторону. Так, все, хватит. Надоело. Вы куда меня поставили? Вы что, сами не видите? Ну, вытаскивайте меня отсюда. Вам не угодишь. То поставь, то неси. Ну, это еще не хватало. Ну? Это собеседование надо. Очень надо. Было. Если ты туда не попала, значит, тебе туда и не надо. Это все ясно. Давай руку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой... Вот, тут пластырь и колготки. Посмотри. Да, спасибо. Пить будешь? Вы алкоголик? Нет. Автомеханик. А-а-а. Ну, и увлекаюсь электроникой. И у меня сегодня, завтра выходные. Валер, они меня ведь как собаку на улице выгнали. А я на них положила десять лет. Понимаешь? А они... А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Что я делаю? А-а-а-а. Мне дома ждут. Трое детей и мама. Или не ждут. Да никому я не нужна, правда. А у тебя, где твои? В Америке. В Америке. В Америке. Жена туда уехала и сын из собой забрала. А ты почему остался? Потому. Пил. А-а-а. Мы с ней по фазе не совпадали. А-а-а. Совсем. Мучились только. А, все равно бы разбежались. А я из-за детей решила замуж никогда не выходить. Вру. Я просто боюсь. После того, как меня последний бросил, боюсь. А когда я выпиваю, я очень хочу спать. Так ложись. Нет. Нет. Мне надо идти. Правда. Пойду. А-а. Ну не надо church. А-а. Всё. А-а. Вот! Привет, фоток встречный. Ты меня не узнаешь? А мы знакомы? А я Вадим! Хорошо. Ну, ты же Надя? Да, я Надя, но я вас не знаю. И, честно говоря, совсем не хочу сейчас узнать. А… А зачем ты мне вписала… Что я… Что… Кто писал? Я? Вам? Мы уже неделю переписываемся, каждый день. Нет. Послушайте, я ни с кем не переписываюсь. Вы наверняка меня с кем-то спутали. Да… Такую не спутаешь? А я… Я вам… Да, просто… Чисто внешне, да, не понравилось? Слушайте, вы дадите мне спокойно поесть? Ой, вы извините, вы ешьте на здоровье. Потом поговорим. О чем? О чем нам с вами разговаривать? Ну… Ну да. Да. А вы в жизни больше… Ну, симпатичнее, в смысле, чем на… Фото. Какое фото? Которую ты мне прислала… Слушайте, вы… Вы сумасшедший? Да я… Ну, нет. А вы бы… Вы бы проверились? На всякий случай. Надя… Вы… Подождите… Ну, подождите… Вот… Ну, откуда… Кто мне писал тогда? Откуда… Откуда я знаю вас? Ну, я же… Я же знаю, что ваш любимый свет… Серый… Серебряный… Жемчужный… Духи ваши сказать… Я знаю… Эт… Эт… Вы живете с мамой… С бабушкой… С братом… С сестрой… Ну… Получается… Ну, подождите… Вы… Этот мужчина преследует меня… Помогите… Да… Помогите… Все в порядке… Да? А… Вот откуда я тогда знаю… Как вас называют студенты? Гражданин, минуточку… Прошу прощения… У нас все абсолютно в порядке… Все нормально… Нет, у нас… Да, все в полном порядке… Хорошо… Студенты вас называют… Выхлопная труба… Что? Как? Выхлопная труба… Правильно? Гражданин… Поверьте… 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 Тихо… 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 Да прекратите… Тихо… Совсем… Тихо… 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 Ну пусть порадуется… Вперед… Тихо… 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 Нет, подождите, это все… Послушайте, уважаемые, мы тут вроде бы как наши дела уладили, и у меня к вам просьба, можно мы погреемся в каком-нибудь другом месте? Вот так бы сразу. Больше не ссоритесь. Спасибо. Надежда, я, если честно, еще на лекцию успеваю, я побегу тогда. Я напишу. Неужели ей правда преподает? Выключи его. Не могу. Там может быть что-то важное. Что может быть важнее меня? Ничего. Ну вот. Так. Господи, что за имя такое дурацкое Клава? Это соседка? Алло, да. Да. Твоя мама? Так, сейчас. Хорошо, сейчас буду. Что случилось? Мама пропала. Надо искать. Господи, она взрослый человек, пошла в кафе с подружками и слышит телефон. Нет, у нее нет подруг, и она всегда предупреждает, если задерживается. Что-то случилось. Да батарейка в телефоне села, вот что случилось. Не пущу. Ага. Пойдешь со мной? Куда? Искать твою маму? Да. Прости, милый. Это как-то не входило в мои планы. Ты ж не обидишься? Нет? Все нормально? Пока. Да. Да. В конце концов, это мои проблемы и… Ну и где же нам ее искать? О, привет. Проснулась? Который час? Десять почти. Боже мой. Мне ж домой надо. Ой-ой-ой. Сейчас чаю попьем, я тебя отвезу. Да нет, мне срочно нужно. Подожди. Подожди. Я провожу. Я сама… Надо… Надо звонить в полицию. Ой, что это такое у тебя за ухом сидит? Ой-ой-ой-ой. Ты еще и фокусы показываешь. Это лягкий. Лучше б вас в цирковом учили людей, пропавших из КАР. Ну, слушай. Если очень захотеть, то можно найти любого человека. Правда. Как? Сейчас покажу. Садись на лавку. Садись, садись. Давай мне руку. Закрывай глаза. Я серьезно. Закрывай глаза. А теперь представь, что ты видишь Юлию Алексеевну, идущую по улице в найденных сапогах. Видишь? Только никаких посторонних мыслей. Мама? Как у тебя это получилось? Я сама не знаю. А что вы здесь делаете? Это ты что тут делаешь? Ёлки-палки. Мы изнервничались. Мама. В такое-то время. Мы уж не знали, что и думать. Мама. Здрасте, Юлия Алексеевна. Здрасте, Мамочка. Телефон не отвечает. Что такое? Да я… Ну, в общем, пошли домой. Тёма. Вот это да! Ты не поверишь, они встретились. Кто? Надя и этот наш кандидат. И, похоже, встреча не была безоблачной. Знаю, свою сестру могу предположить. И что теперь делать? Ничего. Просто забыли. Нет, подожди. Давай ему все объясним. Ну, если он не дурак, то и так все понял. Слушай, как они вообще могли встретиться? Я же даже не писал, где она работает. Да он её просто вычислил. Понимаешь? Значит, он точно не дурак, и она ему понравилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Извините. Сто тридцать шесть Вадимов. И ни одного нужного. Врал, значит. Капуста будешь? Представляете, недавно в кафе ко мне подходит молодой человек, и говорит, что мы с ним якобы в переписках. Он меня по фото узнал. Которое я ему якобы прислала. Сижу я вот теперь и думаю, что бы это значило? Да всё просто. Скинул кому-то фото, а тот выставил её в друзья, а всё остальное дело техники. Угу. Не-а. Не проходит версия. Он слишком много обо мне знает. Да. Я думаю, это кто-то из вас. С ним за меня переписывается. Ой, действительно, какая таинственная история. Кто бы это мог быть? Я думаю, ты. Или ты. Угу. Так может, он вообще просто ошибся. Бывают же совпадения там, случайности. А я не верю в совпадения. А я верю. Я работу нашла. Угу. Папуль, здорово. Да. Я буду водить экскурсии по Москве. Представляете? Зачем? Зачем тебе это надо? Работа тяжёлая, платить мало. Ну и что? А мне очень нравится. Надоело мне сидеть дома и у вас быть домработницей. Понятно? Да. Угу. Вы ещё хоть куда? О! Золотые слова. Рано вы меня в старушке записали. Кстати, завтра у меня намечается поход по магазинам. Кто со мной? Мне пора обновить мой гардероб. Я могу. Отлично. Я тоже могу. А у меня репетитор. Замечательно. Договорились. Как я вам? Ба! Как здорово! Слушай, как тебе идёт! Слушай, ты такая красавица у меня! Ну просто… Спасибо. Я так люблю тебя! Бабуленька моя! Всё, берём, да? Берём! Посмотри-ка! Я ж лею! Иду, иду. Если хочешь его увидеть, он несу в кафе. Что? Кого увидеть-то? Я так и знала, что это ты всё подстроила. Он тебя ждёт. Слушай, с чего ты взяла, что я вообще хочу его видеть? Значит, показалось. Ну ты не переживай, он больше не будет тебя доставать. Антонина Вениаминовна! Бабубной? Конечно. Наденька, не отставай. Ну, как тебе? Нет. Это вы под вечер без ног останетесь. Вот, посмотрите. Вот эти. Примерьте. Ну, я конечно примерю. А эти обязательно возьму. Я не знаю, что это ты делаешь. Господи, Господи, ну что за дура? Так, всё, ушла. Тихо, тихо, тихо. Господи. Привет. Привет. А я просто подумал, что может ты вообще и не придешь. Я и не собиралась, просто мы тут с бабушкой, с невесткой, это все она, это все она, с ее свой длинный нос, чужие тела. А я знаю, она же мне написала. Да? Ну вот. Ну что, пойдем? Куда? Ну, можно в парк, в зоопарк. Можно, если хочешь, можно просто прогуляться на улице. Ну, пойдем? Ну, где же Надя? По-моему, я знаю, где она. С кем это она? Одно знаю точно, он еще не профессор. Ну, он хорошенький такой. Как ты считаешь? А? Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас отнесёшь ему молоко с мёдом. Так, осторожно, горячее, но помешай поэтому. Клава, может, всё-таки врача вызвать? Не-не, Валя не хочет. Иди-иди, я открою. Ты откуда моё адресо знала? Паспорт посмотрел, когда ты спала? Можно? Нет, 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 нет. У меня вся семья дома. Я не готова, я им не рассказывала. Тогда поехали ко мне. Зачем? Я что повод давала? Я подумал, раз у тебя всё равно никого нет. Почему? Варенье хочешь? Не нравлюсь? Нравишься. Ну, так в чём дело? Сколько тебе лет? В сорок семь. А мне пятьдесят. И что? Кому это мешает? Ну, просто ты должен найти себе молодую женщину. Вы там, заведёте детей. А я, я всё, всё. Ну, кого мне искать, я сам решу. Ладно? Я тебя мне зужу. А если через полчаса не выйдешь, поднимаешься. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да. Нет, нельзя. Он спит. Он заболел. Вы через неделю перезвоните. Всего хорошего. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто это был? Олеся. Олеся? Угу. Дай мне телефон. Ну, да. Клад, дай мне телефон. Ну, да. Дай мне телефон, Клад. Да, на тебе твой телефон. Олеся, привет. Ну, да, это домработница. Сколько раз просила её не брать телефон, она всё равно берёт. Ну, что, я лежу. В аллею. Угу. Нет, нет, не надо приезжать. Не надо приезжать. Заразишься ещё. Что? Выключи, пожалуйста. Что? Я не слышу. Олеся, я перезвоню. Да, давай. Давай. Ты прости за домработницу? Алло. Олеся, да. Да, сейчас могу говорить, да? Ну, да, я скучаю. Ты тоже? Ой, ты. Ой, господи. Клава? Да. Клавочка, а можешь что-нибудь на обед приготовить? Без проблем. Спасибо большое. Мать, ты куда? На собеседование. Срочное. Мама, сумку. Странная какая-то. Чем это так пахнет? Это пирог с капустой. Угощайся. Нет, спасибо. Но такое не еди. Что это у тебя? Пирог с капустой. Угощайся. И не имучная. Надо можно. Это тебе можно. Мне нельзя. У меня склонность к планете. Я б не сказала. Фигура, конечно, важнее. Как вкусно пахнет. Пирог с капустой, да? Угу. Садись чай пить. Я вообще-то с капустой не пеку. Ваня не любит. Ну, давай попробуем. Угу. Ой-ой-ой. Осторожненько. Тихо-тихо-тихо. Ага. Пожалуйста, даем. Подождите. А чай? Угу. 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 Чем пахнет? Пирогом с капустой. Ты ведь такое не ешь, да? Лучше бы с мясом испекла. Угу. Пусть тебе твоя Олеся с мясом печет. А я люблю с капустой. Что делать. Субтитры подогнал «Симон» Ладно, неси свой пирог. Последний раз в детстве пробовал, может сейчас понравится. Субтитры подогнал «Симон» Ладно. Баня... Ваня! А? Ты чего? А? О! Ё-моё! У тебя температура высокая, давай таблетку дам. Ничего, так пройдёт. Мне холодно. Потому что у тебя температура высокая. Что делаешь? Живое тепло – это лучший способ согреться. Ты же заболеешь. У меня иммунитет хороший. Как ты? Нормально. Слабость только. Но у тебя температура только к утру спала. Ничего, пару дней и будешь совершенно здоров. Мне сегодня приснилось, что ты ночью меня грела. Да. Но это было в лечебных целях. Надеюсь, твоя Олеся не будет ревновать тебе к грелке. Она звонила? А, я же сам обещал позвонить. Слушай, а давай я тебе покажу одно интересное место. Думаю, это ускорит твоё выздоровление. Заинтриговала. Заходи. Ну и что здесь такого? Держи. Мои туфли? Зачем? Будем учиться танцевать. Ну, я не хочу учиться танцевать. Подожди. Я сейчас. А как насчет свадебного танца? Ты будешь неотразим, это легко. Вау. А я не понял, тебе зачем это нужно? Ну, в танце душа просыпается. Что? Ладно, давай попробуем. Дай мне руку и чистую музыку. Наклонись ко мне. Еще. Как будто хочешь меня поцеловать. Ладно, давай сначала. Ма, ты куда? Я на собеседовании. На ночь глядя? Ну, я сейчас так часто делаю. Ну, все, пока. Что это с нашим маман происходит? Куда это она все время бегает? Ой, может она все, кто какую попала? Мне кажется, она просто влюбилась. Влюбилась? Да и пятьдесят лет. Ну, и что? Супер, пора уже на кладбище собираться. Ну, ладно. Ничего себе. Ваня! Ваня, Ваня! Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Так мы танцуем сегодня. Ты чего забыл? Я туфли взяла. Слушай, прости, я вылетела из головы и я сегодня не смогу. А это кто? А это… Это Клава, домработница. Здрасте. Ну что, мы едем? Конечно. Конечно. Прости. Бывает. 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 Зоня. Ты чего? Лена, ну ты уйди, прошу тебя. Да я просто знаю, что случилось. Я бездарность абсолютная. Я ходила, проверяла. Никаких способностей. Ни актрисы, ни певицы из меня не выйдет. А я не хочу быть бухгалтером. Сонька. Ты чего? Да на свете полно творческих профессий. Но они не берут тебя в театральную едию эстраду. Они берут на эстраду, пиши картины, книжки сочиняй. Да ты знаешь, сколько вообще известных людей сначала считали не талантливыми, не способными? Тьма. Некоторые вообще по пять раз поступали в театральную. И ничего. Они потом все равно своего добились. Я буду обидеть. У меня дождь за них твою бабушек. А у тебя это что? Я брата твоего люблю очень. Он другую любит. Какое другое? Олесю. Это высокая, красивая, но не то, что я. Я вообще от вас скоро уже уйду. Так как же я его видеть совсем не буду? Так вы разбудитесь? У нас брак фиктивный. Так и пожалуйста своим не говори. Фиктивный? Зачем? На то, чтобы, когда он приведет свою жену, чтобы вы ее приняли. Ну, Ванька. Отгад. Только одна привыкнется, а он другую. Вы что, уже привыкли ко мне? Ну, я за всех не скажу. Ну, я в общем считаю, что ты нормальная. Я тоже к вам привыкла уже. Ну, ты же сама говорила, что лучше попробовать, чем ничего не делать. Ты знаешь, можно попробовать стать актрисой или певицей, но заставить человека себя полюбить? Вот это невозможно. Ага. Понятно. Ага. Покажи мне подробку. Я не витавшись. Да. Да не может быть так. С ними вообще нет. Да. Откуда фотографии-то? Ребята, дайте телефон позвонить. Всего на минуту. Срочно надо. Ну, всем надо. А ты как рассчитываться будешь? Держи. За долгий поцелуй. Согласна. А поцелуй? Поцелуй долгий, а разговор короткий. Давай сюда. Ты ей время засекай, она потом за каждую минуту рассчитается. Алло, девушка ко мне в квартиру ломится. Двери выбивают. Улица Сиреневая, дом семь, квартира пятьдесят восемь. Да, скорее умоляю. Держи. Эй, а поцеловать? Еще молоко на губах не особо. Ты на себя-то смотри. Что? Мне, между прочим, тридцать пять. Просто хорошо сохранилось. И у меня трое детей. А вы на детской площадке сидите. Я только что позвонила в полицию и сказала, что вы здесь спиртные напитки распиваете. Так что дуйте отсюда, пока они не приехали. Пойдем. А что? Неплохо получилось. Жалко только, что никто на камеру не снимал. Откройте! Откройте! Полиция! Что это? Сидим тихо. Не буду же они ломать дверь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кажется ушли. Это, наверное, кто-то на хозяйку стуканул, что квартиру сдает. А… Да. Ах, паразит. Ну, паразит, а! Девушка, вы тут высокого мужчину кудрявого не видели, а? Мужа сейчас назад в магазин послала за маслом и до сих пор его нет. Знаете, видела. Видела, да. Его только что, девушка высокая, красивая, вот в тот подъезд вела. Олесей зовут. Кажется, пятьдесят восьмая квартира. Вот кабель, а! Ну, щас я ему задам. Лёня! Лёня, я знаю, что ты здесь! Лёня, открывай дверь! Я так не могу. Ну, я щас не устрою. Лёня! Вышивай эту дверь к чертовой матери! Лёня, мама! Где он? Кто? Что происходит? Где мой муж Лёня? Какой муж? Ну, ты же его во дворе сняла! Ты что ты несёшь? Она пьяная! Так, подожди. Кто вам сказал, что ваш муж здесь? Так, девушка какая-то! Как она выглядела? Да я не помню, там темно! Так он здесь? Да нет, конечно! Так, всё, до свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Удачи вам! Всё! Спасибо! Срочная компьютерная помощь? Очень нужно! Любые деньги, комп накрылся! Алло, химчистка? У меня катастрофа! Ковёр вином залила! Муж меня убьёт! Спасайте! Я так, я так больше не могу! Всё! Кто там? Срочный ремонт компьютеров! Мастера вызывали? Нет, не вызывали! Как это не вызывали? Это вы звонили недавно? Да нет! Мы не звонили! Это ошибка! Ну, иди ко мне! Ну! Не могу! Не могу! Олесенька! Не могу! Ну, иди ко мне! Алло, редакция? Я знаю, кто новая любовница актёра Порецкого! И он сейчас у неё! Да! Диктуй адрес! Пишите! Я их сама сейчас всех убью! Кто там? Это соседка с нижего этажа! У нас потом! Пошли вон отсюда! Вы давно встречаетесь с Порецким? С кем? Не надо притворяться, девушка! Мы уже давно знаем, что вы являетесь любовницей Порецкого! Девушка, я бы радовать любовницей Порецкого! Но, к сожалению, это не так! Вы ошибаетесь! Я точно не ошибаюсь! Пошли вон отсюда! Он здесь! Я хочу несколько вопросов в нём! Почему ты сказала, что ты рада быть любовницей Порецкого? Да просто так! Вырвалась! Ты ревнуешь, что ли? Ревнуешь? Ты куда? А я, кажется, знаю, кто всё это подстроил! Кто? Вань! И раз! Твоя работа? О! Уже вернулся? Ты и всё это устроила с Олесей! И… В глаза смотри! Влюбилась всё-таки! Практически сразу! Ну да, конечно! И ты думаешь, весь этот цирк, который ты устроила, тебе поможет? А мне ничего от тебя и не надо! Я сейчас уйду! Будь счастлив! В огромном городе Два одиноких сердца Летят друг к другу! Ах, как страшно опоздать! Им нечего терять! Им нечего терять! Взлетая высоко! И снова верится, что будет всё легко! И снова верится, что будет всё легко! В московских улицах Так просто заблудиться! Как заблудились мы В несбыточных мечтах! И этот прежний страх Оставим далеко! И снова верится, что будет всё легко! И целый мир вгновенно стал Многоголосым, как вокзал Где расстаются И встречаются Любя! Мне очень важно Это знать Кем для тебя Смогу я стать Для тебя Для тебя Для тебя Для тебя Для тебя Для тебя Где Клава? Ушла! Куда? Не знаю! Совсем ушла! Ты что, её выгнал? За то, что она сделала, я имею право! А что она сделала? Мы расстались! И точка! Вы, кажется, давно об этом мечтали! Верни её! Немедленно! Нет! У меня другая женщина Надеюсь, ей сегодня кондрашка хватило! А если нет, я ещё добавлю! Что? Соня! Соня, а ну-ка открой! Не открою! Ну, Соня! Клава, Клава, Клава! Чёрт! Да! Нашёл! Но убить не дам! Ну, вы хоть на ужин-то прервяйтесь! Бабульку даст только посуда! Не мешай, я знаю, что делаю! Ну, вы хоть на ужин-то прервяйтесь! Бабульку даст только посуда! Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно! С некоторых пор мы не говорим! Ничего! Можно без церемоний! Валера, автомеханик! И попрошу об этом! Больше не говорится! А я автомашину буду покупать! И, может, я с вами посоветуюсь тогда! Есть, конечно! Поговорим! Всё-таки одна дарелка точно лишняя! Ничего не лишняя! Ожидается ещё один гость! Бабуль, неужели ты тоже? Ну, ещё неизвестно! Бабуля! Ну, вообще-то у меня уже два поклонника! А мы с Валерой едем через неделю на море! Мам, так это же здорово! Молодец-то! Ой! Тише! Всех приветствую! Добрый вечер! Это Олеся! Мы сегодня подали заявление в ЗАГС! Олеся поживёт у нас немного! А вы узнаете друг друга поближе! Добро пожаловать в наш дом! Вань! Да что ж это такое! Ваня! Утихомирь своих дам! Анжела как сквозь землю провалилась. Мы здесь с утра договорились, что звонишь на шопинг, поедем. Она трубку не берёт, она нормально. Присядь, пожалуйста. Дай ручку. Другую. Смотри прямо. Закрой глаза. Зачем? Закрой. А теперь представляй свою подругу. И она сейчас появится. Ты что, дурак? Отвези меня лучше в магазин. Что там у нас? Ролики. Весной по паркам, по бульварам кататься будем. Завтра на каток. Чтоб я ноги себе все переломала, да? Завтра же я где-то сдай, я себе лучше серёжки малой куплю. Ты куда? Еду домой, ты же меня заразишь. Так это просто простуда. Всё равно всё в микробах. Ты меня не поцелуешь на прощанье? Вань, ты как маленький, честное слово. Давай, я позвоню, выздоравливаю. С катертью дорога. И вам не хворать. Ушла? Вот Кишкатенко, вот Клавка, да-да, вот она держала удар. Ой, девочки, не любит она его. Вот Клава любила. Любила. Да, Клава любила, да. А я думаю, девочки, не скоро наш Ваня женится. КОНЕЦ Привет. Что ты здесь делаешь? Свадебный танец потренировать не с кем. Как Олеся? Мы расстались. Любимых женщин много, но одной мне очень недостаток. А разве её сложно найти? Конечно. Ты же всё время на гастролях. Моя чокнутая жёнушка. Всё, хватит. Надоело. Убирайте сердцу. Ты уволена. До чего страну довели. Весь шоу-бизнес развалим. Подписывайтесь на канал. Понят的. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»